Книга «Анатомия ада», путеводитель по древнерусской визуальной демнологии, впервые была издана в издательстве Forum Neolith в 2013 году. С тех пор она была несколько раз переиздана и вот сейчас у меня в руках четвертое уже издание. Оно вышло в 2020 году и надо отметить, что каждое новое переиздание этой книги было дополнено нами. Нам, в общем-то, с моим другом, коллегой, с автором Михаилом Майзвисом всякий раз было скучно и неинтересно издавать точную копию книги, которая уже была опубликована раньше. Каждое переиздание мы снабжали новыми текстами, новыми изображениями. Вот в предыдущем третьем издании появилась целая новая глава «Жесты мертвецов». В этом четвертом издании появились новые изображения, новые коллажи, новые комментарии. То есть, книга каждый раз оказывалась немного более полной, подробной, выверенной, чем предыдущие ее издания. Кроме того, вот это четвертое издание, оно впервые издано в переплете. Прошлые были в обложке. Ну, о чем же эта книга? Во-первых, надо сказать, что это самое, вероятно, популярное издание, посвященное русской демонологии. Если наша книга «Демоны и грешники» в древнерусской иконографии семиотика образа – это все-таки сугубо академическая работа, ну и что естественно отражается на ее тиражах, они не столь велики, то вот о любом «Анатомия ада» он недаром переиздается, из года в год, он очень востребован, потому что эта книга научно-популярная. Она заведомо ориентирована на гораздо более широкие круги читателей, гуманитариев, кому в принципе интересна эта тематика. И, по сути, этот альбом мы задумывали как визуальное приложение к нашей книге, к нашему исследованию 2011 года. Конечно, книга «Демоны и грешники», изданная в издательстве «Индрик» в 2011 году, она включала иллюстративную часть черно-белой иллюстрации и даже цветную вклейку, очень хорошую, издательство «Индрик» прекрасно всегда публикует свои монографии. Однако за годы работы мы с Михаилом сделали сотни фотографий, уникальных, не публиковавшихся ранее миниатюр, фрагментов икон. Эта огромная база данных, которая у нас скопилась, требовала какого-то обнародования, нам очень хотелось поделиться всеми этими материалами. И вот таким образом мы решили издать альбом. Он дает знакомство всем, кому интересна эта тематика, визуальная демонология, это удивительная область иконографии, эти удивительные по-настоящему необычные фигуры, сюжеты и мотивы. Дает возможность всему увидеть максимальное количество изображений книги «Анатомия ада». Тем же, кому будет интереснее погрузиться в эту тематику по-настоящему глубоко, для них есть, условно говоря, продолжение в виде нашей монографии «Демоны и грешники». Так что эти книги, в общем-то, формируют такой пандан, братья-близнецы, но у них несколько разные ниши и несколько разные функции. В отличие от книги «Демоны и грешники», альбом «Анатомия ада» изначально скомпонован по-другому. Здесь разделение идет, скажем так, по принципу тех ролей и функций, которые играют негативные демонические персонажи в пространстве иконографии. Отдельная часть посвящена тому, как демоны действуют на земле, искушая, прельщая людей, функционируя в социальном пространстве. Дальше, следующая часть посвящена тому, как демоны испытывают души умерших. По восточно-христианским представлениям, которые стали очень популярны на Руси, после смерти душа простого человека, если это невеликий святой и невеликий грешник, должна пройти мытарство, воздушное мытарство, 20 или 21 станцию на воздухе, два ангела поднимают душу, и на каждой станции воздушной демоны испытывают эту душу в наличии какого-то греха прижизненного. Они говорят, вот виноват ли ты в пьянстве. Виновата, говорят демоны. Но ангелы говорят, да, конечно, при жизни человек грешил пьянством, но исповедовался. Этот грех с него смыт. И демоны бессилен, душа идет дальше. И так далее, и так далее. Сребролюбие, чего угодья, блуд. 20 или 21 испытания ждет каждую душу. И если демоны находят какой-то неисповеданный при жизни грех, то велики шансы, что они схватят эту душу и бросят в преддверие ада. До страшного суда душа будет мучиться. Если только не будет какого-то заступничества святого или самого Господа за этого человека. Вот эта важнейшая система представления о посмертных испытаниях, она, конечно, отразилась очень богато в русской иконографии, в миниатюре, в фреске, в иконе. И об этом отдельная часть нашего альбома. О воздушных испытаниях, мытарственных испытаниях. Наконец, дальше еще большая часть посвящена изображениям самой преисподней ада, как пространство наказания, пространство мучений, пространство двух стихий, в основном тьмы и огня. Но, впрочем, и многих-многих других видов наказаний. Пространство демонов, карающих мучителей. Визуальная разработка всех этих сюжетов, довольно мрачных таких, да, макабрических сюжетов, она предельно интересна. Почему? Потому что, на самом деле, для средневековых мастеров, художников, ну и для художников нового времени, да, очень, кстати, надо сказать, что во многом наши материалы, это вот уже самый закат русского средневековья, 17-й век и даже 18-й век в старообрядческой миниатюре, да, вот здесь тоже включено много таких материалов. Так вот, для художников, мастеров средневековья, нового времени, демонология была пространством свободы. Они были гораздо менее скованы здесь канонами изобразительными, да, схемами изобразительными, моделями. Потому что, изображая праведников, святых, господа, конечно, дать волю своей фантазии можно было, и это делали, но все же гораздо реже и гораздо ограниченнее, чем изображая падших ангелов, демонов преисподней. Вот здесь можно было фантазировать, не опасаясь, ну, скажем так, невольно совершить какое-то святотатство, какое-то, ну, как бы, недозвольное, неконвенциональное, сомнительное, да, создать изображение. Собственно, демон может выглядеть как угодно, он может менять личины, искушая, превещая, он может превращаться и в зверей, и в людей, и даже в ангелов, и даже в Христа, и в Богородицу, да. То есть, ну, богатство визуальной демонологии, оно, конечно, превращает вот такие темы, такие исследования, да, мы здесь с Михаилом не первопроходцы, в Европе, на европейской миниатюре, на европейских материалах о демонологии написано много книг, да, это вот, к сожалению, на русских материалах практически ничего не было написано, и мы открываем это исследовательское поле вот на русских материалах, но, в общем, в этом плане мы, скажем так, повторяем то, что за годы до нас делали наши европейские коллеги. Так вот, изучая визуальную демонологию, конечно, мы вторгаемся в пространство, ну, максимальной вариативности форм, максимальной оригинальности, да, что ли, художественной мысли. Мы здесь встречаем такие необычные фигуры, такие удивительные решения, которые вызывают искреннее любопытство, удивление, изумление, да, у современного зрителя многие такие фигуры и сюжеты могут вызывать, ну, даже смех, да, какие-то демонические образы могут нам казаться комическими, да, совершенно необычными, удивительно вычурными. Все это делает альбом «Анатомия Ада» действительно, ну, пожалуй, максимально, скажем так, популярным из всех трудов, что вот были написаны и мной, и мной в соавторстве с Михаилом, и я полагаю, что знакомство с ним, те, кто не видел еще этот альбом, окажется так или иначе в разных аспектах, по разным причинам, да, с разных сторон можно заходить в эту тематику, но так или иначе интересным, занимательным, увлекательным, да, для самых разных читателей, поэтому вот я рад представить эту книгу. Субтитры создавал DimaTorzok